Улица Петровского до известных событий 17-го года носила совсем другое имя. Её называли Правленской. А всё потому, что на месте нынешнего театра оперы и балета стояло здание правления Якутской губернии. Уже в послереволюционный период улица была переименована в улицу Григория Ивановича Петровского. Это был видный большевик, коммунист, ленинец. Дело в том, что он у нас отбывал ссылку в городе Якутске и жил как раз на улице Правленской. Ссылка в Якутии Григория Петровского началась с 1916 года. А после революции он был освобождён и позже стал комиссаром Якутии. Вообще биография Петровского связана с созданием СССР. Политику удалось пережить чистку 30-х годов, но за это ему пришлось заплатить очень большую цену. Пережить смерть сыновей и жены, упасть с политического олимпа и многие годы жить в полузабытье. До 60-х годов эта улица была очень длинная. Она проходила через нынешний институт горного дела. И проходила прямо на улице Ярославского к зданию реального училища. Там же стоял дом-музей, посвящённый Петровскому, который, к сожалению, в 70-х годах был снесён. Большевик стал неугодным представителем прошлого и на своей родине. Его памятник в Днепропетровске, где он родился, был скинут группой активистов в январе прошлого года. А сам город был переименован в Днепр. Саму область переименовать пока не могут, поскольку её название закреплено Конституцией Украины. Но вернёмся к улице. Знаковые дома этого района города, начиная с дореволюционный период, это здание правления и казначейство. Казначейство было построено при управлении Ивана Ивановича Крафта. То есть это когда был такой рассвет нашего города Якутска. И оно было построено по проекту Климента Лишевича. То есть у нас есть несколько зданий, которые сохранились в городе Якутске. Этого архитектора, это публичная библиотека имени Пушкинка, мы её называем. И здание окружного суда, то есть нынешняя Академия наук. Ивана Ивана Ивановича, это публичная библиотека имени Пушкинка.